Я вас приветствую! И сегодня мой ролик о Юрии Алексеевиче Гагарине и о событиях, предшествующих этому полету, этому подвигу. И не будем злопыхательствовать, что под руководством Рогозина, журналиста, все пропало. Ничего не пропало? А я так вообще говорю. Скажи еще спасибо, что живой, как в известной песне Владимира Семеновича. После той разрухи и развала девяностых, уничтожения Бурана и прочее, скажи еще спасибо, что живой. А вот казахстанская степь апреля, это мне очень знакомо, я много лет прожил в Казахстане. И бывают такие дни, а может и часы даже, когда и ветра нет, и солнце светит, и вот-вот распустятся тюльпаны в степи, и жаворонки взлетают в небо и трепещут там многими часами. Вот такое сегодня было утро, и в дневных стартах ракет видны их медузы. Это я к тем нософилам, как я их называю, хиви-наса, хильфсвилиге. Добровольные помощники в фашистское время были такие, хильфсвилиге. Так вот, медуза дневная видна, дорогие. И если, я опять же повторяю, если в России была бы заведена мода снимать взлет кораблей с самолета, идущего где-то параллельным курсом, ну, конечно, ракета его обгонит, но тем не менее, с самолета километрах в 400 от старта, с высоты километров 10-15, то все было бы видно еще лучше, а у нас и такая возможность была. И они даже гордились съемками старта своих ракет с самолетов. И самолеты у них такие были, оборудованные телескопической аппаратурой. Ну, а сегодня-то мы выходим все-таки 12 апреля, и я, безусловно, поздравляю всех с величайшим днем в истории Советского Союза, Советского народа, Российской империи. Это второй день, пожалуй, после 9 мая, 12 апреля. И можно было бы попытаться что-то сказать, но не знаю, могу ли я сказать еще что-то к тому, что будет сказано сегодня, было сказано вчера и будет сказано завтра. А вот небольшая документалистика о полете Гагарина. Приятного просмотра! Сегодня, 12 апреля, дорогие друзья, мы отмечаем общенациональный, я бы сказал, праздник, День космонавтики. В этот день Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире в истории человечества пилотируемый полет. Общенациональным в Советском Союзе этот день стал по предложению Германа Степановича Титова, второго космонавта. Он был и дублером Юрия Алексеевича Гагарина. В 2011 году, ровно 10 лет назад, по решению 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, было решено отмечать 12 апреля как Международный день полета человека в космос. А теперь чуть глянем, сколь тернист был путь в космос. Корабль, предназначенный для первого полета человека в космос, не имел некоторых элементов, присущих современному космическому кораблю. Союз. Ну, пока он один возит людей на орбиту. То, что американцы слетали один раз, уже давно и пока не повторено. На новом своем корабле. Дракон. Дракулита, я его зову. Не было системы аварийного спасения на старте, системы мягкой посадки корабля и дублирующей тормозной установки для схода с орбиты. На случай непредвиденной ситуации с самим космонавтом была предусмотрена фиксация в кресле, автоматическое закрытие скафандра и блокировка связи. Первое время Байконур не был Байконуром. Маленькая станция Тюратан. Вся система называлась «Полигон номер 5» Министерства обороны СССР. Только после первого полета он стал называться Байконур. Сергей Павлович Королев предложил отправить человека в космос. На этой баллистической сверхдальней ракете, мощной ракете Р-7 в 1958 году. И уже через два года корабль был готов. А еще через год вывез человека в космос. Как же долго сейчас готовят корабль? Федерация, по-моему, уже более 15 лет на слуху. Первый пробный аппарат не имел системы мягкой посадки, не имел системы жизнеобеспечения, теплозащиты. Было просто интересно и нужно проверить, как он поведет себя в космосе. Из-за неисправности прибора точной ориентации на Землю, корабль вместо тормозного импульса получил разгонный. Он поднялся на орбиту почти 700 километров, разделился там на две части, приборный отсек и спускаемая часть. И приборный отсек пролетал более двух лет, а спускаемый аппарат почти шесть лет. Разработчики корабля ужаснулись, когда представили, что в такой ситуации может оказаться космонавт. По результатам этого полета в систему автоматической ориентации корабля ввели резервную систему солнечной ориентации, ввели датчик, разрешающий включать тормозную двигательную установку только при правильной ориентации корабля. Орбита, на которую выводился корабль «Восток», была рассчитана так, чтобы корабль мог через 10 суток вернуться на Землю за счет торможения в верхние слои атмосферы. Таков был резервный вариант спуска на случай отказа тормозной двигательной установки. 28 июля 1960 года начались запуски кораблей «Восток» с собаками на борту. Ни ученые, ни медики не знали тогда, что будет в космосе с живым организмом. Собачки были первопроходцами. В результате взрыва двигательной установки на 38-й секунде полета погибли собачки, лисичка и чайка. Из-за отказа системы стабилизации другого корабля во время работы тормозной двигательной установки траектория спуска была такова, что он вполне мог приземлиться вне территории Советского Союза. Поэтому сработала система подрыва третьего изделия. На борту были пчелка и мушка. В космосе взорвалось, подумайте, 32 килограмма тротила. Сергей Павлович, по словам его соратников, очень переживал каждый неудачный пуск. Однако никого не репрессировали. Все понимали, что идут неизведанным путем и произойти может все, что угодно. Но решения находились, и новые аппараты, стартовавшие с Байконура, были совершеннее предыдущих. Так и добились успешного возвращения первых собачек Белка и Стрелка, а также на следующей модификации Жулька и Альфа. Спускаемый аппарат с Жулькой и Альфой приземлился в незапланированном районе Красноярского края. Животные были спасены благодаря тому, что не сработала автоматическая система катапультирования, и они остались в спускаемом аппарате. Если бы катапульта сработала, то в мороз собачки бы просто замерзли. Как будет происходить полет первого человека в космос? Что он будет ощущать там, в сотнях километров от Земли, на огромных скоростях? Никто тогда не знал. Мы уже говорили, какие системы безопасности для космонавта или от космонавта были в корабле предусмотрены. Там также был предусмотрен во избежание осуществления неправильных действий со стороны космонавта шифр-замок, блокирующий систему ориентации. При необходимости перехода на ручное управление кораблем, при условии, что космонавт находится в своем уме, работоспособен... Шифр-код разблокировки могли сообщить космонавту с Земли. При этом было только 4 человека, знающих этот шифр. Это ведущий конструктор Олег Ивановский, Николай Каманин, руководивший подготовкой и отбором первых советских космонавтов, сам Королёв и председатель Госкомиссии Константин Руднев. Ну и, конечно же, не стоит забывать о системе подрыва головной части. Конечно же, перед подрывом космонавта должна была выбросить катапульта. Но всё работает не всегда, как задумано, особенно в космосе. Поэтому каждый, кто не видит ничего героического в полёте Гагарина, должен встать перед зеркалом и тихонечко спросить себя, охватило бы лично у меня духу. Чтобы после приземления космонавта не приняли за шпиона, на шлеме была нанесена надпись красной краской СССР. В 9 часов 30 минут Сергей Павлович Королёв поинтересовался у Гагарина о самочувствии. Тот ответил, что всё в порядке. Пульс его составлял 64 удара в минуту. Находясь в кресле корабля и коротая время, первый космонавт затянул русскую народную. Пуск состоялся. И сразу же пропала связь с Востоком. Все страшно нервничали. У Королёва было предшоковое состояние. У него начали дёргаться мышцы лица. Голос срывался. За эти несколько минут могло произойти всё, что угодно. Связь восстановилась, когда уже корабль был на орбите. И Гагарин сообщил об этом. Следующее ЧП было ещё более неприятным. В процессе спуска с орбиты произошла задержка выключения тормозного двигателя и отделение спускаемого аппарата от приборного отсека. В итоге корабль сильно закрутило. Но в конце концов соединяющий приборный отсек и спускаемый корабль кабель перегорел в плотных слоях атмосферы. И всё пошло нормально. На высоте около 7 километров произошёл отстрел крышки главного люка спускаемого аппарата. За этим произошло катапультирование космонавта. Из-за того, что тормозной двигатель не доработал всего одну секунду, приземление Гагарина произошло не совсем там, где ожидалось. И он чуть не попал в реку Волгу, где в это время был ледоход. Была ещё задержка открытия клапана для подачи воздуха для дыхания в скафандр. И Гагарин приземлялся в закрытым забралом скафандра, открыв его только после приземления. Задержка открытия клапана дыхания в воздухе возникла из-за того, что при одевании он попал под демаскирующую оранжевую оболочку скафандра. Вот какие мелочи бывают очень важны и не только в космонавтике. В бункере при старте, когда происходил запуск, народу было битком. Королёв всегда собирал всех специалистов, чтобы в сложной ситуации было у кого проконсультироваться. На кадрах же якобы документальной хроники мы видим, что народу в бункере почти нет. Это значит, что всех специалистов показывать было нельзя. Таким же образом снимали и заседания комиссии перед полётом, где определяли основной и дублирующий экипаж. Реальную работу комиссии никто не снимал. Ну, зачем эти рабочие моменты? Потом на другой день, на третий собрали и сняли как надо. Секретность была такова, что Королёв даже не был на трибуне Мавзолея, когда шла демонстрация в честь первого полёта человека в космос. Ещё раз поздравляю всех с 12 апреля, прекрасным весенним днём и великим днём Советского Союза. А сейчас стихи. Первая глава из поэмы Роберта Рождественского «Посвящение». Называется она «Поехали». Мне нравится, как он сказал «Поехали». Лихой ямщик, солома в бороде Пошло по свету отзвуками, Эхами, рассказами, Кругами по воде. И главного конструктора знобило, И космодром был напряжённо пуст. Поехали. Такое было слово, Но перед этим прозвучало Пуск. И сердце билось не внутри, А возле. И было незнакомо, И смешно. А он ремень поправил, Будто вожжи, И про себя губами чмокнул. Но... И широко, Размашисто, Стотонно, Надежд не оставляя на потом, С оттяжкой по унылому бетону Вдруг стегануло Огненным кнутом, И грохнул рёв, И забурлила ярость, Закрыла небо дымная стена, Земля вогнулась чуть, И распрямляясь, Ракету подтолкнула. А она, Во власти неожиданного бунта, Божественному куполу подстать, Так отрывалась от земли, Как будто раздумывала, Стоит ли взлетать? И всё-таки она решила, Надо запарено, Баба объетяжела, Сейчас она рожала космонавта, Единственного, Первого, Пошла! Пошла, родная! Дальше было просто, Работа, И не более того, Он медлил, Отвечая на вопросы, Не думая, Что все слова его Войдут в века, Подхватятся поэтами, Забронзовев, Надоедят глазам! Мне нравится, Как он сказал, Поехали! А главное, Он сделал, Как сказал. На заре стартуют корабли, Гром трясёт, Окрестные дороги, От земли, На поиски земли, От тревоги К будущей тревоге, Мы построим Лестницу до звёзд, Мы пройдём Сквозь чёрные циклоны, От смоленских Солнечных берёз До туманных Далей Аберона, От смоленских Солнечных берёз До туманных Далей Аберона, Не кричите, Крик Не долетит, Не пишите, Почта Не доходит, Утопают Дальние Пути, Там, Где солнце Новое Восходит, Мы построим Лестницу До звёзд, Мы пройдём Сквозь чёрные Циклоны, От смоленских Солнечных Берёз До туманных Далей Аберона, От смоленских Солнечных Берёз До туманных Далей Аберона, Нет привала На пути Крудом, Где гроза Сшивается С грозою, До свидания Плавится Бетон, Звездолёт Становится Звездою, Мы построим Лестницу До звёзд, Мы пройдём Сквозь чёрные Циклоны, От смоленских Солнечных Берёз До туманных Далей Аберона, От смоленских Солнечных Берёз До туманных Далей Аберона, Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова